Глеб, скажи, что ты фотографируешь? Фотографирую в сумке. Приключения девочки Маши – уже не первый мультфильм от режиссера Глеба Хасанова. Это имя пока не знакомо зрителю большого экрана, однако в 66-м Березняковском детском саду вполне известно. Креативный подход – вот что главное в создании картин, считает Глеб. Надо сначала подумать, а потом нарисовать, потом вырезать, потом фон нарисовать, а потом передвигать фигуры. Что ж, указания от главного на съемочной площадке получены, и ребята приступают к процессу создания мульткартины. Чуть-чуть медведь выходит, а что Маша взять? Для того, чтобы сделать один мультфильм, требуется не менее нескольких десятков кадров. Это ужасно сложная работа, правда, Марк? Сколько времени требуется для того, чтобы сделать один всего лишь только кадр? От пяти до десяти минут. Ну а Марк Елькин выступает здесь в роли художника. Переставляет героев мультика и выставляет сцену, чтобы оператор заснял все правильно. Мне нравится в мультстудии работать, потому что в мультстудии можно оживлять героев и про них рассказывать. А еще тут есть авторские мультфильмы. Готовится к своему первому показу на просторах интернета «Картина про Березники». Ребята сами придумали, написали и озвучили короткие рассказы о тех местах города, которые им нравятся больше всего. Мультик еще в процессе озвучивания, но кадры уже на ваших экранах. Кажется, это процесс не то чтобы нескончаемый, он долговременный. Мы здесь будем все больше совершенствоваться и совершенствоваться. Потому что вообще мультипликация – это современный вид проектной технологии в дошкольном образовании. Впереди у ребят работа над новым произведением – мультфильмом про Щелкунчика. Эту сказку они выбрали сами. Теперь воспитателю предстоит помочь им разработать проект от и до. Также со своими произведениями они готовятся выступить на фестивале мультэкскурсий «Я здесь живу». А хотите узнать, какой мультик получился у героев нашего сюжета? Вот и результат их творчества – березниковская версия «Маши и Медведя». Кто посмел разбудить в моем лесу меня? Извини, Мишенька, пожалуйста, меня. Любовь Битнер, Антон Сбуровой. Наши новости.